Игорь Борисович, добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер, здравствуйте! Вы не прячете у себя Шойгу где-нибудь? А то мы его потеряли. Я думаю, что мы бы не ужились. Поэтому, к сожалению, у меня его нет. Я не знаю, где он находится. Но уж если на то пошло, то... Это очень типичная история для того политического пространства, где мы живем. Типичная? Есть Шойгу. Нет Шойгу. Никто не знает. Где Герасимов? Он живой? Он не живой? Шойгу смонтировали или не смонтировали в этом удаленном заседании Совета Безопасности, которое вчера показывали? Жириновский. Жив, не жив? Вот этот мир постправды. Когда... Вот вещи, на которые, может быть, вполне понятный, однозначный ответ. Он живой или не живой? А кто же его знает, Владимира Гольфовича? С одной стороны, говорили, что помер, а с другой стороны, значит, за это уже обещали посадить. А с третьей стороны, может, он... Что он как бы в коме, это, по-видимому, так оно и есть, и сегодня живой, завтра не живой. То же самое. Это война или не война? Это Шойгу или не Шойгу? Это Россия или не Россия? Вообще, вот, нахождение в этом таком зазоре между реальностью настоящей и виртуальной, все большим уклоном в виртуальную, это характерно для путинской России. И, в общем, ничего хорошего для страны в этом нет, как вы понимаете. Дмитрий Григорьевич, вопрос мой касательно Шойгу и всей вот этой истории с пропажей его и Герасимова, высокопоставленных чиновников, да, высокопоставленных генералов вооруженных сил наших. Идет война. 30 дней уже идет война. Руководство Министерства обороны никто не видит, никто не видит, никто не слышит. Не надо грязи, идет спецоперация, слегка затянувшаяся. Вам это сейчас все по телевизору очень быстро объяснят. Объяснят, да. И очевидно, что расчет был на другое. Да, мы видим это из рассказов, в том числе наших уважаемых гостей. Все сходятся во мнении, что план был на Блицкрик. Планировали довольно быстро эту войну, а.к. спецоперацию провести, но не удалось. И вот уже на 30 дней все затянулось, и очевидно, что еще какое-то продолжительное время эта страшная война будет продолжаться, будь она проклята. И какие-то последствия будут, какие-то отставки, в том числе Шойгу. Находится ли он, на ваш взгляд, в зоне риска? Потому как, ну, человек, которому Путин лично доверил руководство этой войной, этой спецоперацией, не справился, она затянулась уже на длительное время. Путину сообщают о реальных потерях. Он знает, что это тысячи-тысячи наших солдат. Огромное количество техники потеряно. Огромные финансовые потери несет наша страна с каждым днем этой ужасной войны. Какие-то перестановки вот сейчас или в обозримом будущем будут происходить и в правительстве, и в парламенте, и в руководстве Министерства обороны? Ну, я начну с того, что вы говорите, кто находится в зоне опасности. Они все находятся в зоне опасности. И мы, кстати говоря, тоже. Просто эта опасность немножко разная. А что касается Шойгу и всех остальных приближенных к Путину, то они находятся в состоянии Жириновского. Они ни живы, ни мертвы. Потому что, с одной стороны, они неглупые люди, гораздо лучше нас с вами информированные, и понимают, что история пошла совершенно не тем путем, как она задумывалась. Она задумывалась в фирменном путинском стиле, который называется цап-царап. Раз, значит, лапкой прихватил, быстренько территории завладел, разогнал руководство, поставил новое, провел референдум с помощью каких-то башкирских технологий. И все. И пусть Запад после этого сколько угодно трещит, негодует. А дело сделано. Так вот, не получилось. И в путинском окружении лучше, чем где-либо, понимают, что это провал. В общем-то, это провал. И прекрасно понимают, что сейчас кто-то должен быть виноватым, назначен. В общем, любой вояка понимает, что виноват Путин. Потому что он не просчитал риски. Он со своим цап-царапом недооценил готовность Украины сопротивляться, недооценил сплоченность Запада, недооценил то, что сформировалась украинская нация, украинская государственность, которую он называл недогосударственностью. И что люди готовы защищать свое отечество. Причем разные по этническим корням. Украинцы, русские, поляки, евреи, молдаване, все, кто живет в этой многонациональной стране, они все себя считают сейчас украинцами. Путин их сумел объединить. А Путин считает, что виноваты военные. Он им поставил задачу, они не выполнены. А кто кого, Дмитрий Борисович? Кто кого? А кто ж знает, кто кого? Ну, может быть, вы нам ответите? Нет, я точно не знаю, потому что у меня нет допуска в черепную коробку. Да даже если бы и было, они сами не знают. Понимаете, в этой ситуации ведь как? Так, Путин находится, как я понимаю, в состоянии холодного бешенства. Он требует довести войну до победного конца и провести парад победы в Киеве. Я думаю, что в Киеве не получится, но они все равно где-нибудь проведут парад победы, ну, хотя бы в Донецке. Неважно. Но ему так или иначе надо создать образ победителя. И с помощью телевизора он, наверное, этот образ создаст. Если бы вы смотрели наше отечественное телевидение, то вы бы, наверное, ужаснулись тому, как можно держать страну вот в этом состоянии а-ля Жириновский. Когда ничего не понятно. Война, не война, жив, не жив, Жириновский, не Жириновский, Путин, Шойгу. У людей улетает крыша. Кстати говоря, вернусь к Жириновскому. Вы говорите, почему у него рейтинг в полтора раза подскочил. Потому что работает не то, что он делает или не делает. Работает его фишка. Вот Жириновский, он патриот. Он помнится, говорил, что начнется война. Значит, он в курсе. Значит, он умный. А то, что он лежит бездыханный там уже месяц, а в этом люди не знают. Они телевизор-то, в общем-то, смотрят, но как-то так вот, верхами. Не углубляясь и не задумываясь. А Жириновский, он, да, он наш, он патриот. Он за бедных, он за русских. Вот этими шаблонами общественное мнение и живет. Поскольку война и телевидение говорит, надо сплотиться, там наших бьют, надо защититься. Ну и так далее. Все это понятно. Все это ложится на унавоженную, подготовленную почву. Ну и, соответственно, растет не только рейтинг Жириновского, растет рейтинг и Путина тоже. Вот последние два-три месяца количество людей, одобряющих деятельность Путина, растет. И еще, наверное, может быть, месячишка будет расти, и только к лету начнет падать, когда вдруг люди начнут ощущать, что за все эти удовольствия надо платить. И уже к тому времени Владимир Вольфович представится, светлая ему память. И будет понятно, кто у нас виноват, Шойгу или Герасимов или еще кто-то, а может быть и сам Путин, но только если его уже к тому времени сместят, тогда сразу, естественно, объяснят, какой он ужасный был человек, и развенчают культ личности его. Сколько сразу вопросов к вам, Дмитрий Борисович. Значит, сначала я бы хотела у вас спросить коротко, если можно, у нас потому что не так много времени. Вот вы говорите, растет рейтинг. Но этот же рейтинг абсолютно накачанный телевизионной пропагандой. Не осталось никаких средств массовой информации. Так, откуда тогда должно прийти осознание, что кто-то виноват? С чего вдруг люди, которые столько лет верили телевизору и параллельно с этим становились беднее, их возможности становились меньше, но они 8 лет не просыпались, с чего им сейчас вдруг просыпаться? Ну, во-первых, тут важно характерное время. Когда у тебя за два месяца резко ухудшаются реальные условия жизни, ты теряешь работу, ты видишь, что все дорожает, ты видишь, что твои накопления, если они у тебя были, превратились в песок или макулатуру, потому что курс доллара упал. И при этом, ты еще понимаешь, что Киев-то не взяли. Тут что бы ни говорили по телевизору, все-таки люди понимают, что замах был на то, чтобы Украину демилитаризовать и деноцифицировать. Это значит сменить правительство, если переводить на русский язык. Сменили? Нет. Захватили? Нет. Значит, что-то не так. И тут, ну, естественно, тут люди начнут искать предателей, они начинают обвинять Запад, но не Путина же. Путина постараются отодвинуть, потому что Путин – это единственное, на что можно опереться вот в этом бесконечном море зубучих песков. Так что, если вы отвечаете на ваш вопрос, что произойдет и почему рейтинги сменятся, не потому, что по телевизору что-то начнут другое говорить, а потому что телевизор утратит кредит доверия. Это не произойдет мгновенно, поэтому я говорю, что несколько месяцев потребуется как минимум, чтобы понять очевидное, чтобы осознать то, что бьет в глаза. Для этого надо посмотреть в карман, обнаружить там блоху на Аркане. Для этого нужно зайти в магазин и увидеть, что или сахара нет, или он стоит в три раза дороже. Для этого надо понять, что твоей зарплаты не хватает, чтобы накормить твоих детей. Или понять, что твоей зарплаты нет. Вообще, потому что ты потерял работу, как если ты работал где-нибудь на автовазе или в других многочисленных местах. На это все требуется время. И учитывая, что пропаганда дьявольски изворотливо сопротивляется и обвиняет во всем этом Обаму и кого угодно еще, предателей и пятую колонну, то просветление в голове будет наступать чрезвычайно медленно. Поэтому я бы не обольщался. Но оно будет проступать, потому как Советский Союз. За 70 лет у людей уже накопилось понимание, что такое руководящая и направляющая роль Коммунистической партии, куда она нас на самом деле ведет. Вы меня сейчас так напугали. Я надеюсь, что у Путина нет еще 70 лет, чтобы люди вдруг проснулись. Нет, тут гораздо быстрее все происходит, но не по щелчку пальцев. Точно, это потребует как минимум месяцев, а может быть даже и лет. Поэтому санкции чрезвычайно эффективная вещь. Они работают вдолгу. Они опускают планку нормальной человеческой жизни долго, устойчиво и скучно. И верить в то, что мы поднимаемся с коленом и что впереди планеты всей, будет все труднее, труднее и труднее. Но долго. Это не делается быстро. Гораздо быстрее делается сообщение о военных поражениях. Вот здесь нас, предпреживление, нашему предпреживлению сильно могут помочь украинские вооруженные силы. Как раз вопрос у меня длинный, но вы поймете, к чему я клоню. Единая Россия сегодня и последние дни обсуждает запрет для того, чтобы их члены партии, верхушка, никуда не могла выезжать без согласования с руководством партии, с Медведевым, Володиным, Неверовым и прочими видными единороссами. То есть запрет для простых, для рядовых единороссов на выезд за границу. Чубайс бежал из страны, Дворкович сделал заявление, осуждающую войну и в целом там отрекся от Путина публично. И таких историй, набиульно, говорят, пыталась покинуть свой пост, но Путин сказал, что с отсчета предательством ее никто никуда не отпустил. Он тоже на фоне войны собиралась бежать. Можно ли говорить, что намечается какой-то такой некий, ну не знаю, не хочется быть конспирологом или политологом, таким дурачком, верящим в какие-то тайные заговоры, но что намечается некий раскол элит. То, что бывает, и то, что в таких режимах тоже приводит иногда к чему-то хорошему. Можем ли мы говорить, что намечается тренд на этот раскол элит? Вы верите, что он вообще возможен? Я не высасываю с пальца. Действительно, это все похоже на раскол элит? Ну, понимаете, конечно, есть. Конечно, есть раскол элит. Другой вопрос, что элиты тоже ведь вечно совершенно не однородные. Люди часто путают путинское окружение и элиты. Элиты – это более широкое понятие. Элиты бывают медийные, там, бизнес-элиты, региональные элиты, научная элита, культурная элита. Это, в теории элит, это просто люди, которые оказывают существенное влияние на ход социальных протестов, процессов в стране. Ну, там какой-нибудь Владимир Рудольфович Соловьев – это медийная элита. Но и Дмитрий Анатольевич Муратов, главный редактор из этой новой газеты и гуриат Нобелевской премии – тоже медийная элита. И между ними есть раскол, и он давно существует. Сейчас просто обозначилось. Да, ну, там, почти 100 академиков и членов-корреспондентов подписали письмо протеста против войны. Некоторая часть культурных деятелей протестует. Региональные начальники молчат пока, потому что, понятно, бизнес начал поскрипывать. И то, что вы упомянули или не упомянули, это признак того, что действительно образованные люди, понимающие, куда идет эта траектория, по каким рельсам Путин катит эту вагонетку и что, в конце концов, ее там внизу ждет, эти люди говорят, что или надо останавливать этот поезд, который разгоняется под горку и скоро сойдет с рельсов или надо с этого поезда спрыгивать просто для того, чтобы потом было кому разбирать завалы внизу. Так что, да, раскол элит есть, но для Путина угрозу представляет не раскол элит, не Чубайс, который уехал, а для Путина представляет угрозу возможный заговор в ближайшем окружении, те, кто имеет к нему доступ. Вот этого он опасается больше всего. И здесь тоже что-то непонятное происходит вот с тем же самым Шойгу, есть он или нет, руководит он или не руководит. Если бы он действительно был сейчас при делах, я думаю, он не боялся бы снять трубку, когда ему звонят из Вашингтона, потому что человек военный, он должен обладать информацией. Ему, если ему звонят из Пентагона, начальник американского министерства обороны, то уж, наверное, действующий министр обороны должен был бы с ним поговорить хотя бы для того, чтобы лично убедиться, услышать интонацию и понять, что тот имеет в виду. Шойгу не отвечает, он не берет трубки, говорят, в Пентагоне. И это означает, что действительно там, вот в этом ближайшем окружении Путина что-то происходит. И то, что отъехал Чубайс, конечно, это метка. Для меня это была метка. Или когда Чубайса посадят, или если он исчезнет. Он исчез. Это, конечно, очень для него, как державника и патриота, это тяжелейший был выбор. И вынужденный выбор, не от хорошей жизни. Человек, который все, чему он служил, все потерял. Я думаю, что денег ему, естественно, там не дадут. Я думаю, что никакой охраны при нем не будет. И теперь любой обезумевший Квачков может свести там в Стамбуле с ним счеты. Это трудно себе представить, как человеку, который привык за 20 лет быть в высших слоях государственной власти, вот так вот легко стоит рядом с банкоматом и пытается снять каких-то денег, потому что ему на мороженое не хватает или на такси. Дмитрий Борисович, тогда смотрите, вопрос на засыпку. Вы только что сказали, что Путин, то, чего он боится больше всего, это заговор людей, которые имеют к нему доступ. Также мы знаем, что Владимир Путин находится в абсолютном информационном вакууме, иначе как бы он решился на войну, если бы он знал, что его ждет 30-дневная просто молотилка и мясорубка. Вот есть один человек, который живет в своем каком-то отдельном мире, и есть вся огромная система, которая его обслуживала десятилетия. Как он ее до сих пор или она его до сих пор не поборола? Как это возможно, что один человек, оторванный от всего, продолжает гнуть свою линию? Ну, во-первых, ситуация несколько сложнее. Он не один, а все-таки это коллективный Путин существует, и в этом коллективном Путине он выстраивал эту виртуальную сущность, которая называется коллективный Путин, очень долго и упорно. Там люди исключительно преданные ему, а он за преданность им очень щедро им платит, выдавая очень сладкие куски типа возможности торговать нефтью, газом, золотом, бриллиантами, древесиной, чем угодно еще, или возможности, скажем, использовать свое статусное положение для того, чтобы доминировать. Ведь людям нужно не только богатство, а людям гораздо важнее путинским людям, гораздо важнее ощущение собственной значимости. Так вот, эти люди ради своих интересов создали Путина. Путин для них есть символ, это для них механизм общения с населением, потому что Путин умеет общаться с населением, он популярен у населения, он хорошо говорит, и действительно у него рейтинг. Ни у кого другого такого рейтинга нет. Поэтому им Путин нужен как фронтмен, и они его берегуют. Но если у этого фронтмена что-то, шарики за ролики слишком заедут, и если он действительно наносит ущерб вот этому ближайшему окружению, тут может вступить в действие вот тот самый пушкинский принцип, что власть в России есть самодержавие ограниченные удавки. Я все пытался перегнать за вами, когда вы говорили про коллективного Путина, но мы ведь видели, вся страна в прямом эфире демонстративно Путин это устроил, увидел, как коллективный Путин стоял, дрожал и не понимал, чего от него хочет лично Путин, когда совет безопасности Нарышкин унижение, мы видели, как Шойгу неуверенность себя чувствовал, все остальные, вот этот коллективный Путин есть ощущение, что уже никакой он и не коллективный, что никак они не контролируют и не влияют на него. Да, вы правы, у меня тоже было такое же ощущение, действительно, зрелище было жалкое, но потому что это люди информированные, они понимают, что разгребать придется им, вот это обычный путинский стиль, он говорит, я принимаю политическое решение, а вы обязаны минимизировать его вредные последствия, все правильно, но минимизировать должна Набиулина, Мишустина, те, кто занимается разведкой, те, кто занимается организацией военных действий, те, кто гонит солдат на увой, а принял решение Владимир Владимирович, и вот это его, он там, в этом телевизоре, он, по-моему, производил впечатление внутреннего ликования, вот он просто так с внутренним садистским удовольствием унижал Нарышкина, и это же не было вырезано из эфира, это было специально оставлено, потому что Путину вот это такое нехорошее веселье, когда он говорил, все, я принял, ребята, а вы теперь все должны подписаться и сказать, что да, 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 мы целиком полностью поддерживаем, публично, чтобы потом никто не отвильнул, Чувайс, кстати, там не было, но он и не член совета, и все они, значит, как пионеры делали салюты, говорили, да, 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 какое гениальное решение, мы вынуждены это делать, и Нарышкин даже бежал впереди паровоза и говорил, что не только признать эти республики, но еще и присоединить их, на что ему Путин так сказал, да куда ты, в общем, поспешишь-то, когда будет надо, присоединим, это было действительно унизительно, и вот это вполне естественно, потому что когда ты 20 лет начальник, ты постепенно начинаешь и все тебе говорят, что ты самый умный начальник, самый мудрый начальник, и самый безновидный начальник, ты постепенно начинаешь в это верить, и вот здесь как раз и начинается у коллективного Путина когнитивный диссонанс, а не слишком ли Владимир Владимирович оторвался от действительности, а не не нанесет ли он ущерб нашим интересам, но каждый людей, из этих вот людей, он в одиночку об этом думает, но он боится даже поговорить с кем-то из близлежащих, потому что они все в конкурентных отношениях, и они знают, что если ты с кем-то поговоришь, что твой партнер сразу побежит и стукнет, поэтому из них каждый в одиночестве дрожится, стучит зубами под одеялом и думает, на кого царственный перст укажет и на кого назначит виноватым, Шойгу, ну ладно, хорошо, тогда Нарышкин не виноват, а Шойгу надеется, что Нарышкина назначит или еще кого-нибудь, в общем, эта ситуация вполне предсказуемая и оскорбительная для России, она достойна, мне кажется, более обменяемого руководства, была достойна, а сейчас я уже в этом не уверен. Дмитрий Павлович, не хочется в прогнозы скатываться, просто ваше мнение, ваше впечатление, 30 дней война уже длится, ничего хорошего не происходит, мы видим только уже, ну, я в плане того, что могу приблизить к концу эту страшную мясорубку, которую Путин развязал, вам как видится выход из этой сложившейся ситуации? Чем это все должно закончиться? Ну, их несколько может быть. Я думаю, что есть люди, которые думают, что Украина вышибет захватчиков со своей территории и все освободит. Я думаю, что есть люди, которые думают, что вот сейчас мы победим украфашистов, нацистов, значит, захватим Киев и установим там справедливое российское государство, а я принадлежу к тем, кто думает, что то, что Путин уже захватил, он вряд ли захочет отдавать. Вот те территориальные отрезки, кусочки, которые он взял под контроль, он попытается их отрезать и переварить. Ему нельзя просто взять и отступить. Вот это для него точно смерть. Тогда и население в нем разочаруется, и те же самые путинские, коллективный Путин, назначив его виноватым, по славной русской традиции, бросит его с Красного Крыльца на винны толпы, и толпа, растерзав жертву, разойдется, и появится какой-то новый там человек во главе всей этой самой вертикали. Поэтому отступать Путину нельзя, он должен предъявить победу, виртуальную, какую угодно, нарисованную акварельными красками или с помощью компьютерной графики, провести парад победы, где угодно, желательно в Киеве, видимо слабо, в Киеве, я думаю, он парад победы провести не сможет, но вполне сможет в Мариуполе, или, на худой конец, в Донецке. Но вот создать этот самый вид победы, я думаю, что для него единственный возможный выход. И я думаю, что Запад его к этому подталкивает, потому что для Запада главное остановить вот эту самую кровавую баню, которую Путин растопил на территории соседнего государства. Так что я думаю, что решение, как всегда, будет неудовлетворительным для всех. Для про-путинских патриотов, для украинских патриотов какое-то решение будет промежуточное, которое всегда оставляет неудовлетворенными обе стороны. В конфликтологии именно такие решения считаются правильным. Хотя, конечно, по справедливости Украина должна отвоевать свои территории, вернуть контроль над всеми международно признанными границами и так далее, и так далее. Здесь все понятно. Но одно дело соображение о справедливости, а другое дело анализ военного потенциала. У Украины есть, благодаря помощи Запада, оборонительное оружие. Джавелины, стингеры и так далее. У Украины до сих пор нет оружия наступательного. Недостаточно самолетов, недостаточно танков. Как без этого можно наступать, я себе плохо представляю. Какие-то тактические небольшие операции можно проводить. А вот такую фронтальную операцию по вытеснению войск агрессора по всей линии фронта без массовых поставок наступательных вооружений просто невозможно провести. А я не уверен, что Запад готов наступательные вооружения поставлять на территорию Украины. А сама Украина не успеет произвести в нужном количестве. Я слушаю вас, Дмитрий Борисович. Я в ужасе, конечно. Какой парад в Мариуполе? Какой парад в Донецке? Просто есть одно большое желание, чтобы эта война поскорее закончилась. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире. Спасибо огромное. По-моему, было очень. Всегда рады вас видеть. Приходите к нам в эфир почаще. Думаю, наши зрители тоже сразу. Спасибо, приглашу этих. Продолжение следует...